На полигоне в Красноармейском районе, где проходят тренировки по стрельбе, мужчина выстрелил в тренера, а затем покончил с собой. Об этом и в других происшествиях в обзоре Елизаветы Болдыревой. Посетитель полигона выстрелил в инструктора, а затем убил себя. Это случилось в Красноармейском районе. Известно, что с полигона обоих мужчин успели доставить в больницу. Там стрелявший скончался, инструктор выжил. По данным Следственного комитета, погибший сделал несколько выстрелов в учителя. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Добавлю, по одной из версий, у стрелявшего было психическое заболевание. Трагедия на карьере в Вишневогорске. Женщина, сидевшая в легковушке, утонула вместе с машиной. По данным МЧС, 31-летняя пассажирка и ее друг водитель сидели в автомобиле на берегу карьера. Мужчина ненадолго вышел. Когда вернулся, увидел, что машина съехала с крутого берега и ушла под воду вместе с женщиной внутри. Помочь сам не смог. Телефон остался в машине, поэтому, чтобы вызвать спасателей, побежал к ближайшим домам. На дно карьеры опустился водолаз. Нашел автомобиль на глубине 12 метров. Тело женщины было на заднем сидении. Водолаз достал погибшую, обвязал веревку и поднял на поверхность. Причины случившегося устанавливаются. Два 15-летних подростка из МИАСа попали в больницу после рыбалки. По данным Следственного комитета, парни рыбачили на реке. И один из них удочкой зацепился за лэп. Током ударило обоих ребят. Сейчас они в больнице. Один из них с множественными термическими ожогами сразу переведен в реанимационное отделение. Сейчас парень находится в медикаментозной коме, подключен к аппарату ИВЛ. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Второй парень переведен в травматологическое отделение с ожогами лица, шеи, левой кисти, правого голеностопа. Его состояние стабильное. В обстоятельствах разбираются следователи. В том числе выясняют, кто отвечает за безопасность работы линии электропередач. В Златоусте задержали скутериста-бесправника. Рано утром мужчина ехал по улице, и его остановили автоинспекторы. При предъявлении документов водительского удостоверения у него не оказалось, так как он был лишен права управления в 2019 году в июне месяце. Скутер отправили на штрафстоянку, а его водителя в суд. Нарушителя приговорили к 100 часам исправительных работ.